МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо обязательно готовить на кожу, чтобы филе не развалилось. Все так прям в лоб. И порой все это выглядит, если не устрашающе, то точно пугающе. У меня получается? У меня можно не считать, я понятна, что я самая яркая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С большим лицом мы занимаемся здесь. Мужчине понравится это однозначно. Идеальная жена. Сезон второй. Идеальная жена. Какова она на мужской взгляд? Идеала, как известно, не существует, однако мужчины постоянно стремятся к некоему несуществующему эталону. И эти стремления заставляют его совершать все новые поступки и достижения. Идеальная работа, идеальный дом, идеальная семья. Как раз-таки для достижения последнего необходимо спутниться жизни. Этими поисками мы и будем заниматься в нашем реалити-проекте Идеальная жена. Сезон второй. Реалити-проект Идеальная жена. Это телекурсы для всех представительниц прекрасной половины человечества, которые мечтают стать не просто супругой, а стать настоящей идеальной женой. Благодаря урокам моды и красоты, кулинарии, фитнеса, стрип-пластики и тренингу эротичной женщины, вы станете королевой в гостиной, хозяйкой на кухне и куртизанкой в постели. На кастинг, объявленный телеканалом М-Телевизион, пришли участницы в возрасте от 18 до 55 лет для занятий у ведущих специалистов всем премудростям женского дела. Однако до финала реалити-проекта Идеальная жена дойдут лишь 10 претенденток, по мнению членов жюри. А победители определят телезрители в ходе интернет-волосования на сайте телеканала М-Телевизион. Партнеры проекта Кабаре-Стрекоза Ресторан Республика Танцевальный клуб Галладенс Агидель Салон красоты Реваш Женский клуб Дама Трев Велнос-центр Слим-Клуб Спа-салон Чикаго Клуб красоты Анетты Уотман Мысли мужчин непредсказуемы. Зачастую мужское население страны думает об одном, говорит о другом, а делает и вовсе то, что с первой, со вторым абсолютно не вяжется. Однако в мире мужчин царит полное понимание всем этим мыслям. И вот, чтобы это понимание пришло в умы женщины, и они перестали думать о нас, черте знает что. Мы приглашаем к ним достойных представителей, сильной половины человечества, для того, чтобы они дали мужские ответы на женские вопросы. Здравствуйте, меня зовут Михаил Лазаренко. Я юрист, занимаюсь своей юридической практикой, имею свою юридическую практику. И я так понимаю, что сегодняшняя у нас первая встреча посвящена типичным ошибкам, которые совершают женщины на первом свидании. Не пытайтесь быть лучше, чем вы на самом деле. А тогда возникает такой момент, что вот я так себя заставляла, как бы так мне неудобно, как бы вот так человека сразу отшивать. А в итоге у человека появляются какие-то лишние надежды неоправданные, и вы его в большую, как бы, в большую давку на нем затягиваете. То есть вы-то понимаете, что дальше у вас нет перспектив никаких. А и прямо ему не отвечаете. А он надеется, что, ох, она как-то, и я еще поближе к ней, да, буду. И он, получается, дезориентирован. Вы его обманули. Не надо обманывать. Все-таки первое свидание, это получается как раз небольшой поток к следующему, да, свиданию? Понятно. То есть как ты показал себя на первом свидании, так и будет. И потом будет ли вообще свидание, зависит тоже от этого. В чем же тогда проблема моя? Ну, как говорится, что самое первое впечатление – самое верное впечатление. Если человек лишнего из себя не строит, и проницательный человек увидит, что это его или не его, стоит ли дальше заниматься этими встречами и отношениями. Я, например, по себе знаю, что я мало ошибался, побывав на первой встрече, и понял, что это за человек. Поэтому здесь важно, на мой взгляд, не расплескивая себя налево и направо, показать свои главные достоинства, которые вы абсолютно обладаете, и которые вы знаете. И не стесняться этого. Чтобы человеку, как книгу, интересно было перелистывать ее, и читать дальше, и читать дальше. Не расплескивайте, не выдавайте все. Вот я вот что могла, все сделала. Утратит мужчина вкус. Он же все-таки завоеватель, ему хочется повоевать, покопаться, поискать какие-то интересные моменты. И поэтому, да, приоткрывать свои достоинства с достоинством. Понимая, что дальше парень будет лучше, дальше парень будет круче. Вот таким образом. Михаил, у меня вопрос такой меркантильный. Вот пригласили вы девушку в ресторан. Как ей себя повести? Ну, в случае, если это действительно дорогой ресторан, открываю девушку меню. И щелкает в самое что ни на есть дорогое. Вот если у меня, например, нету возможности сейчас расплатиться за этот ресторан, я девушку не поведу в дорогой ресторан. Я как-то по-другому это обыграю. Потому что вообще ни в ресторан не пойдем, возьмем термос с чаем, как у меня была одна такая история. Взяли просто термос с чаем и поехали на белье. Вот вы смотрели, пили чай горячий. Мне было очень интересно с вами пообщаться, были замечательные вопросы. Я надеюсь еще с вами встретиться. Всего доброго. Гаспачо, тартары, стейки и десерты. Какая же все-таки завораживающая эта кулинария. Но для того, чтобы эта кулинария стала завораживающей не только для вас, но и для ваших мужчин, надо как минимум для начала все это научиться готовить. И как раз таки для тех, кто никогда ничего тяжелее ложки не держал, наши кулинарные курсы от шеф-повара ресторана Республика Константина Минеева. Привет, девчонки. Я шеф-повар ресторана Республика. Меня зовут Константин Минеев. Сегодня на нашей кухне мы будем готовить медаленые из говяжьей вырезки с белыми грибами и картофелем с перечным соусом. Константин Минеев – шеф-повар ресторана Республика. Член гильдии шеф-поваров России. Специализируется на приготовлении блюд японской и европейской кухонь. Принимал участие в открытии многих известных ресторанов Уфы и Республики. Приступим. Сначала просушим белые грибы. Включим нашу сковородку. Просушиваем грибы на бумажном полотенце. Нарезаем их кубиками. На сковородку разогретую наливаем масло. Ждем, когда оно нагреется. Когда оно нагреется, начнет источать приятный аромат. Для жарки грибов нам понадобится чеснок. Разрезаем пополам. Для ароматизации масло. И веточка тимьяна. Масло нагрелось. Выкладываем грибы. Грибы перчим. Сразу грибы мешать не стоит. Надо дать им, чтобы покрылась корочка. Пока жарятся наши грибы, начнем приготовить соус перечный. Выкладываем в сотейник. Ставим нагреваться перец, чтобы он не выпустил весь свой аромат. Чувствуем аромат, который отдает нам перец. Заливаем коньячок. И аккуратно поджигаем. Заливаем говяжий бульон. Чем жирнее, тем он будет мягче. На вкус добавляем тростниковый сахар. И чуть-чуть соус ворчестер. Чтобы соус у нас был острый, сладко-кислый. Теперь пробуем наш соус. Дальше, чтобы перчик дал свою остроту, блендером блендерим соус. Дальше жарим наши медальоны. Наливаем оливковое масло. Кладем веточку тимьяна. Еще оливковое масло. Говяжью вырезку можно жарить разными прожарками. Самое мягкое и вкусное это медиум. После жарки мясо должно отдохнуть. Минут 5-7. Заворачиваем его в фольгу. И убираем дыхать. Дальше мы пожарим уже предварительно отварной картофель. Там, где жарили мясо, обжариваем картошку. От мяса выделился сок. Он придаст пикантность картофелю. Картофель обжариваем с двух сторон. Солим, перчим. Сейчас картофель пожарится и начнем оформлять блюдо. Наше мясо уже отдохнуло. Настаем его из фольги и выкладываем на картошку. Прогрели наши грибы. Выкладываем поверх мяса. Дальше украшаем руколой и сыром пармезан. Немножко перчим. Поливаем оливковым маслом. Итак, наши медальоны с картофелем, белыми грибами и говяжьей вырезкой, салатом руколой и пармезан готовы. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Я думала, что мясо должно отдохнуть. Никогда этого не делала. Но думаю, теперь... У тебя мясо всегда пахало. Мясо всегда пахало. Теперь будут сама отдыхать. И мясо отдыхает пока. Ну, все-таки муж оценит, нет картошечки с мясом? Вот в таком приготовлении. Конечно, оценит. Часто, наверное, нельзя. Он у меня за правильное питание. Альфия, а тебе сегодняшнее блюдо? Вот про салат, скажем, настолько понравилось. Сама сможешь такое повторить, думаю, или все-таки нет? Конечно, смогу. Мне вообще очень блюдо понравилось, потому что там есть сырые овощи, а это очень полезно для организма. Чем же это полезно? Это там потому, что содержатся энзимы, которые сами расщепляются в нашем желудке. Энзимы сами расщепляются. Отлично. Ну, может, эти энзимы понравятся или нет? Да, конечно, понравится. Если человек ест мясо, он обязательно должен есть овощи, вместе совмещать, чтобы хорошо усваивалось, и это очень вкусно. А ты как считаешь, легко ли повторить вот такую картошечку дома с мясом? Легко. Почему? Ну, если готовишь с душой и с любовью, я думаю. Ты всегда готовишь с душой или без души? Всегда с душой. Прямо всегда? Всегда, всегда. Слушай, а вообще мужчины на твоем пути, которые встречались, ценили твою готовку или нет? В первую очередь, мой папа, он всегда восхищен тем, что я готовлю. Вау. То есть, в принципе, мужа покорить через желудок – это клевое дело. Легко. Ресторан «Республика» – это новый для Уфы формат живой еды. Это наслаждение вкусом блюд под домашние концерты лучших музыкантов и диджеев республики. Здесь вам ничто не помешает наслаждаться едой, общаться и отдыхать. Окунитесь в атмосферу роскоши и уюта в центре нашего города и попробуйте лучшее блюдо европейской кухни. Ресторан «Республика» сочетает в себе все, что вы так давно хотели. Ждем вас по адресу. Улица Закиеву, Леди, 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова